друзья привет рабочие руки это я пережигал оксид марганца из батареек вот цинковый стаканчик от батареек у меня простая идея поскольку ртуть запрещена и оригинальный состав и сложно сделать и наверное еще рано для именно энергетики для производства электричества но нас это не интересует я буду пробовать эксперименты с доступными относительно веществами распространенными которые тоже как-то влияют на по крайней мере тонкие тела человека эфирное тело моя идея какая вот есть определенные металлы например натрий очень активный металл и хлор активный ядовитый газ но при соединении они образуют соль всем известную перестает быть ядом перестает быть активным металлом потому что если натрий получается гидроксид и он ядовитый то же самое хлор тем не менее соли в нашем организме полно ее полно везде то же самое хром селен если их соединить оказывается получается очень сильный магнит или там железо-борниодимовый магнит борниодим как он может повлиять да никак это два нейтральные металла но в то же время когда они соединяются не начинают гонять эфир что вызывает прилипание к определенным металлам суть магнита никто не знает но то же время магнитное поле это часть эфирного поля то есть как-то комбинации веществ сплавами можно влиять на энергетику на эфир скажем так у меня тут вот собственно эту идею хочу развить попробовать поэкспериментировать и добиться того чтобы некоторые сплавы металлов с известными свойствами гоняли энергию эфир и таким образом чистили тонкие тела человека я подумал что тут два известных вещества для этой цели я начинаю эксперимент из простого цинка вот он в батарейках и цинковый стаканчик и марганец подозреваю что именно этот металл назывался магнием раньше а сейчас чтобы нас запутать вот этот вот магический металл магний м.н. поменяли на марганец то есть магний и магганец поменяли местами в названиях враги и вообще испохабили всю таблицу менделеева периодическую систему которая на самом деле не менделеева потому что что-то я помню что тот металл назывался магнием когда-то но неважно я немножко забегаю вперед итак мы будем экспериментировать с цинком висмутом вот тут хороший металл висмут серебро тут она немножко потемнело в силу того что близко к ртути было ну золото или золото чистое у нас тут три монетки серебро в общем цинк висмут серебро марганец в виде оксида потому что именно в виде оксида в батарейках с одной стороны цинк с другой стороны марганец может быть цинк и к адмии извиняюсь кто-то меня сейчас очень хорошо ругает материт и прочее поэтому мы попробуем соединить этого вещества но если просто соединить цинк и марганец допустим или кадмий то получится что у нас получится некое короткое замыкание толку не будет всем известно что серебро чистит энергетику человека скажем так на тонком плане поэтому серебро нейтральный металл я хочу добиться по подсказке мони благодарю комбинации трех этих металлов позже я сделаю с висмутом такую же комбинацию это оксида марганца как положительного заряда и цинка как отрицательного чтобы они взаимодействовали именно в сплаве с серебром поскольку и прогоняли энергию через серебро а не друг с напрямую поэтому как когда они будут контактить гнать энергию через серебро а энергия это не электрончики которые бегают якобы от одного атома к другому если бы это было так то тут уже была гора где-нибудь там где генератор стоит была пустота нет электричество даже электричество это просто некий сигнал которым можно влиять естественно материю но материального ничего в этом нет поэтому вот этими нематериальными свойствами металлов я хочу добиться как в случае с магнитами влияния на что такое магнит по сути вечный двигатель вот его прилепил он висит сколько угодно долго пока не размагнитится то есть там возможно миллионы лет то есть сплавом веществ повторяю можно влиять на эфир на некую энергию которая насыщена все вокруг и мы сами состоим из энергии некого света поэтому я сейчас делаю сплав потом покажу результаты потом расскажу о ощущениях после допустим недели ношение этого сплава на себе добра конец первой части